Изучив правила дорожек, в эфире очередная передача «Диатория сеть» Смотрите ОТВ В эфире канала ОТВ, программа «Поколение. Будущее» В эфире программа «На планета» В эфире очередная программа «Диатория сеть» Я увидела объявление в газете, я пришла сюда, и действительно, было два или три человека. Первым, кого я увидела сзади, это была Жанна. Она была необыкновенно красива и колоритна. И она сидела в кабинете, и я к ней зашла и сказала вот следующий буквально текст «Возьмите меня на работу, пожалуйста, ну хоть кем-нибудь». Они заржали и сказали «Ну ладно, мы вам позвоним». Естественно, я поняла, что когда говорят фразу «Мы тебе вам позвоним», то естественно, никто никогда не звонит. И я вообще забыла об этом и уехала в отпуск, вообще в другой конец страны, там, в Сибирь. И вдруг мне говорят, что мне вот звонили, и вот просто, видите, я пришла, потом приехала, там, все, пришла, и вот началась работа. Я была, наверное, третья или четвертая, потому что Жанна была, Юрка Чернов был и Сережа Мамонтов. Это были Юрка с Сергеем, это были какие-то супер-гиперпрофессионалы, это были такие операторы, что очень опытные люди, телевизионщики настоящие. И вот они нас учили, ну и Жанка, конечно, она прям опытная такая, все редакторы, новостейщик, и все, она была просто совершенства. И, конечно, начали первые шаги, и все получилось, и пошло-поехало. А первая передача, которую я сделала, помню, как сейчас это было, потому что это было в день первого эфира. Первый эфир начался с моего фильма документального о Льве Кекушеве, об Одинцовском нашем вокзале. То есть вот понимаете, с чего началось все, вот с каких тем, с какого интереса, что мы хотели сделать. Мы были такие наивные в то время, мы думали, ну мы надеялись, что мы сделаем телевидение. То есть по большому счету мы думали, что в деревне можно сделать телевидение. И мы его начали делать. Пришла Поликарбова телевизионщик, пришли очень хорошие, интересные люди. И самое главное, что пришла Елена Борисовна Каблюк как редактор. Она была, конечно, очень громотным человеком, много приходило молодых журналистов. И все работали с очень качественным материалом, с качественными темами. С хорошими людьми мы встречались. Знаете, тогда был такой тренд. Было принято говорить хорошее о людях, которые живут вокруг. Вот это вот при Елене Борисовне, вот это была у нас задача. Нужно говорить хорошее о тех, искать хорошее, говорить хорошее, вытаскивать хорошее. Из тех людей, которые живут вокруг. То есть в хорошем смысле быть деревенским телевидением, с любовью относящимся к одинцовским людям. И мы это делали. Люди к нам очень хорошо всегда относились. И мы тоже. То есть когда я помню, что когда я лично ехала на какие-то съемки, на интервью, я всегда этих людей любила. Вот понимаете, я была уверена, что это передо мной прекрасный, хороший человек. И что только нужно вытащить из него. И порадовать тех людей, которые будут это видеть. То есть всегда был посыл, представлял, я лично представлял человека, который будет это смотреть. Вот о работе здесь у меня всегда только очень приятные воспоминания. Нет никакого негатива, нет никаких обид, нет никаких каких-то там в душе зарубок. Я просто счастлива, что вот этот опыт жизненный был. И всех люблю, кто остался, кто помнит. Это вот Давидка, прекрасный специалист. Я считаю, что Давид – это человек, благодаря которому до сих пор многое здесь теплится, что называется. Потому что, конечно, телевидение – это в первую очередь техника. Благодаря ему он, конечно, много здесь жизнь свою потратил. Вот хорошо, что Гена Ломоносов работает, что Володенька работает, Баранов. Но это люди преданные, люди, которых мы знаем. И знаем об их уже каких-то недостатках и прощаем. И знаем уже, как с ними нужно работать и так далее. И это здорово. И вообще вот сейчас я где-то на мероприятиях встречаю кого-то коллег, да, там вот Артемку, еще кого-то девочек. Я смотрю, думаю, боже, какая стала, ну какая сейчас, вот сейчас, какая хорошая редакция сейчас. Какие хорошие журналисты, какие они приятные, как с ними приятно работать, общаться. Картинка изменилась лучше. Редакция интересная, ровная такая, спокойная. Желаю вам, естественно, сохранить здоровье, сохранить отношения, хорошее в коллективе, доброе, друг друга любить. Желаю хорошего отношения руководства, чтобы видели, понимали, что вам нелегко, что вам тяжело, что вам нужно помогать, чтобы было внимания со стороны руководства, какая-то помощь. И чтобы продолжала стиль компания Роднецова, вот приходила молодежь талантливая, не циничная, заинтересованная, искренне. Ну, сил успехов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова